Новости 24 продолжают работу телеканала ННТ. Мы работаем дистанционно. Президент Владимир Путин сегодня обратился к россиянам в связи с продолжающимся распространением коронавируса на территории страны. Обращение состоялось в рамках совещания, которое глава государства провел в формате видеоконференции с губернаторами и членами правительства. Заболевание распространилось уже на 81 регион страны. Общее число инфицированных достигло 8672. Погибли 63 человека. Это уже третье обращение президента к нации в связи с пандемией. Ранее Владимир Путин объявил нерабочие последнюю неделю марта, а затем и весь апрель. Деятельность при этом продолжали компании, которые относятся к социально значимым. Глава государства поблагодарил медиков и выступил с предложениями по поддержке россиян, а также бизнеса. Он наделил регионы правом самостоятельно устанавливать правила режима изоляции. Мы также предусмотрели дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Средства из федерального бюджета на эти цели более 10 миллиардов рублей выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек. Кроме того, считаю необходимым реализовать ещё одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала – 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей. Школьники вышли с каникул, но в школу не пошли. Весь предстоящий месяц их ждут уроки онлайн. Учителя подготовились к дистанционным занятиям, но многие родители к такому развитию событий были не готовы. Как оценивают новую систему обучения родители и преподаватели, смотрите в нашем следующем материале. Уроки без звонка и соседа по партии теперь в роли школы для учеников не второй дом, а первый. Занятия проводятся в режиме онлайн. Ученики с учителями связываются по электронным каналам связи. Площадок для этого в интернете немало, однако большинство из них перегружено, поэтому многие пришли на обучение по WhatsApp или через Skype. Мы связались с учителями и вот что они думают по этому поводу. Больше времени занимает, я бы так сказал. Учитель сам должен больше работать индивидуально с каждым учеником. Дело в том, что когда индивидуально работает с каждым учеником, он как-то раскрепляется. У него такого не бывает в классе. В классе он как-то сжат, неудобно ему. Когда ошибается, неудобно перед одноклассником. А у вас здесь, когда лично с ним работают, не возникает такой вот сложности. Перейти на новый формат обучения ученикам младшего класса немного тяжелее. Ведь находясь в домашней обстановке, им приходится делать уроки. А находясь дома, они хотят поиграться, полежать, выйти на улицу. То есть нет у них осознанного подхода к обучению. Этот момент как раз таки им нужна родительская помощь. Но не все родители готовы оказать необходимую детям помощь. Многие считают, что на их долю и так выпало немало забот. В семье, где детей больше одного, а телефон всего один, да и тот у мамы, которой вдобавок ко всему приходится еще и работать, обучаться попросту невозможно. Для меня очень сложно. Мы не готовы идти технически. Нет высокоскоростного интернета. Телефон один на двоих. То есть время совпадает. В 9 часов начинаются уроки у обоих. Один садится за уроки, а второй нет возможности, потому что нет телефона. Как вы себе представляете физкультуру в однокомнатной квартире? Что должен ребенок делать? Ну, я не знаю. Это очень сложно все. Жалко детей и учителей, и родителей. Я категорически против этого. Есть и те, кто нашел в этом хороший шанс освежить память и заняться изучением школьной программы вместе со своим ребенком. Когда общаешься со своим ребенком в этот период, так сказать, такой изоляции, вы рядом, вы дома, вы в квартире, как-то он больше под контролем, больше под контролем учебный вот этот процесс. Ну, в принципе, так и должно всегда, вне зависимости от этой изоляции, даже когда он уходит в школу. Если технически все откинут, вот эти проблемы, вот эта вот образовательная платформа, у нас Я-класс, она очень классная. И когда мы пойдем в школу уже, я думаю, что мы продолжим обучение вот на Я-классе. Мнений много, но между тем, учеба в таком формате предстоит ученикам как минимум в течение месяца. Поэтому Министерство образования Дагестана призывает родителей отнестись с пониманием к принятым вынужденным мерам и сделать все возможное, чтобы не допустить срыва учебного процесса в непростое время. С пониманием к сложившейся ситуации придется отнестись и студентам ДГУ. Предстоящая практика и сессия для них также пройдут дистанционно. 6 по 30 апреля все учебные практики Дагестанского государственного университета проводятся в дистанционном режиме. В таком же формате будет проходить и зачетная экзаменационная сессия для выпускных курсов, которая стартует 26 апреля, в том числе повторно-промежуточная аттестация. Дисциплины, которые невозможно изучить в дистанционном режиме, будут перенесены на следующий учебный год, ну и за исключением выпускных курсов. Ватсап для борьбы с фейками про коронавирус ограничил пересылку сообщений. Это касается часто пересылаемых смс-ок. Теперь их можно будет отправить только в один чат за один раз. В связи с распространением COVID-19 количество пересылаемых сообщений в мессенджерах сильно увеличилось. Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации, которая в условиях самоизоляции может навредить множеству людей. Компания также добавила возможность сообщать о ложных новостях и слухах в специальный информационный центр Ватсап. Дзербен присоединился к всемирному флешмобу «Мы говорим спасибо». Жители древнего города выразили бесконечную благодарность врачам и медсестрам, находящихся на переднем крае борьбы с вирусной угрозой, поддержав их аплодисментами и теплыми словами. По словам участников акции, этот простой жест благодарности, несомненно, придаст медицинским работникам сил и мужество в борьбе за жизни людей. Два уроженца Дагестана в списке 150 самых богатых людей мира по версии Forbes. Это Сулейман Керимов и Леонид Михельсон. Согласно статистике, Михельсон с состоянием более чем 17 миллиардов долларов занимает 48-ю строчку, а также третье место в России. Напомним, в прошлом году он возглавлял рейтинг внутри страны. А Сулейман Керимов же в мировом рейтинге на 135-м месте и на 13-м в нашей стране. Его состояние журнал оценил в 10 миллиардов долларов. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь дома и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok